Всем доброе утро. Завтракаю. 6 утра заметили. В какой-то веке я встала в такую рань. А потому что Настал долгожданный день Х. Я сегодня еду в Краснодар. По делам. На улице там снега намело. Просто капец. Я не знаю. Я в такую погоду, конечно, не люблю ездить на трассе. 6 утра. Я такая припухшая. Я легла часа в 2, наверное. Я монтировала для вас видео, чтобы оно выложило всё. Короче, у меня у вас дичь. На место не встали. Но мне нужно позавтракать и уже выезжать. За мной заедут. Я еду, конечно же, на своей машине. Вот. И этот. Ну, я вам, если что-то будет возможность, буду вам снимать. Так-то я еду по делам, в принципе. Но я, может быть, потом попозже вам всё это расскажу вообще. Чё да как. Я просто хочу ещё проснуться. И это. И потом понять вообще, что рассказывать, чего не рассказывать. Что можно, чего нельзя. Вот. Но покажу. Взяла с собой сумку свою дорожную. Тут у меня подушечка, плед, носочки. Может быть, я сейчас лягу на заднее сидение и буду спать. И на обратной дороге тоже планирую так же ехать, в принципе. Потому что в дороге я вообще очень шикарно засыпаю. Вот. Как правило. Ну, если я не за рулём. Блин, да что ж такое. Я как это... Вроде и там поспала часа три, наверное. И у меня настроение такое приподнятое. Это хороший знак. В любом случае. Вот. И снежок там тоже. И всё вообще у меня. Всё классно. Я... Вот. Всё. Поехали. Ой. Куда поехали? Завтракаем. Всё. Я готова. Пучок. Сидела. Этот, как его, пуханчик. Утеплилась максимально. Ну, надо же, да? Поспала три часа. А выгляжу, как будто бы я такая прям вся... Ууу. Выспавшаяся. Сумка. Сидела. Не знаю. Я надела свои кроссовки. Потому что палец у меня ещё болит. Опухший. И в сапоги сейчас не хочется залазить. Костюмчик. На флисе. Всё, как полагается. Чтобы максимально было комфортно. Оп. И мой предподушка. Носочки тёплые даже взяла. Помчали. Всё, ребята. Мы поехали. Смотрите, какая у меня крутая тачка. И у меня крутой попутчик. Ну, не попутчик. Это... Так я смело сказала. Это мой директор. Будущий директор. Это мой руководитель. Который сейчас с меня везёт на важную миссию. Да? Смотрите, как намело снега-то. Зима опять ворвалась к нам. А я уже всё надумала. Ходите, да? В майках, в футболках. Не, ну я так и ходила. О, 6 утра. Люди входят. Даже уже на работу, да? Даже как непривычно. Первая установочка. Мы уже доезжаем до Краснодара почти. На улице прям уже суетло. Копеёк, все дела. Нормальненько. Жизнь налаживается. Такая хорошая заправка. Сейчас заехали на Шелл. Тут прям как у ресторана обслуживания. Кофе такой хороший. Сказка. Все, приехали. Опа. Ага. Ох и Краснодар, ох и замело у нас тут конечно, обалдеть, снежутик валит просто, очуметь. Дороги конечно тоже так себе, такие же как у нас в Ростове. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пробую супчик, называется Чокопули. Представляете? Чокопули чешо? Чо? Чо? Чокопули. Это национальный какой-то грузинский суп с бараниной. Чокопули. Барту тает мясо, обалдеть. Хорошо проварили бульончик. Класс. Дома. И вот собственно то, зачем я ездила в Краснодар. В институт Приханова за дипломом. Танюшка теперь освоила новую специальность. Сейчас я вам покажу. Так, ну что тут? Тарам-пам-пам. Арбитражного управления. Ведение деятельности в сфере арбитражного управления. Ну, непосредственно моя деятельность будет осуществляться по направлению банкротства. Так что в ближайшее время, конечно, у меня будет очень много обучения еще по данному направлению и куча-куча теории и практики. Конечно же, я буду вам что-то рассказывать, освещать немного данную деятельность свою. И если, конечно же, у кого-то имеются какие-то конкретные вопросы, то тоже по поводу этого можете писать свои комментарии, но уже непосредственно мне в инстаграме в директ. Вот. Такие дела. Я дома, я устала, не могу вообще. Нога, конечно, болит жутко, потому что в кроссовках очень тяжело. Нога в дороге отекает у меня от сидения, да, и вроде бы как бы, да, ну и побегать пришлось тоже по этим всем там учреждениям важным, нужным, получить везде бумажки. Вот. И никто этого всего не отменит, потому что это, как бы, да, и хоть ты болей, хоть ты не болей, а надо. Вот. Надо. Надо такое есть слово. Надо. Вот. Я, ребятки, устала, я прям вырубаюсь на ходу. Мне очень хочется доползти до кроватки, я потому что вчера легла в 2 часа ночи и проснулась в полпятого, уже собиралась в дорогу, в путь. И сегодня целый день на ногах вот это промотались вообще, но, благо, все успели сделать, и все-таки в неближний свет ехать было, да, все, что нужно, сделали, все получили, все оформились, и теперь, как бы, ждем дальнейших там, кое-каких тонкостей, да, при оформлении уже, и буду начинать потихонечку осваивать эту профессию. Вот такая я молодец. Продолжение следует... Прихожу, и, значит, домой. А тут такая картина, да, всей улице есть свет, только не у меня дома. Звоню в аварийку, они говорят, короче, это, ждите, в течение двух часов будет, а у меня тут надо все в морозилку закидывать, и я хотела вам показать, что я купила. Что, под фонариком айфона будем делать распаковку? Блин, я еще такая голодная, я прям есть хочу, не могу. Так, ну, всякое разное бывало, да, что уж поделать, будем делать, значит, под этим, под цветом айфона распаковку. Взяла сметанку, какая-то осталась со вчерашних вареников в пятерочке, овсянку заканчивается у меня, моя родная, и взяла я вареники, вареники с творогом и вареники с вишней. В общем, мне продавщица посоветовала, говорит, офигенные, не разваливаются, не развариваются. Смотрите, какие они малюшенькие. Сейчас пойду к маме, у мамы газовая печка, у нее поставлю, буду варить. Вот, пока закину в морозилку, покажу вам, что я еще взяла. А, что я взяла, собственно, кошачьего корма, целый пакет, представляете, целый пакет. Пятерочки, он сегодня по 13.90, короче, всяко-разно. Ну, главное, с курицей и с рыбой. Мой котик другого не принимает. И второй пакет, представляете, в нашем магазине возле дома, вот такие, нашла хлопья кукурузные. Я их брала как-то уже с этапуз в маяке или в сетафоре. Я обалдела, что нашла их возле нашего дома, я вообще не ожидала их где-то встретить. Я их вообще и в сетафоре давно не встречала, тоже их, как будто бы сняли с продажи. Отрава, отрава пошла. Лейс. Хочу соленого чего-нибудь безумного. Прям хочу, не могу. Сухарики тоже. Хочу, не могу. У меня уже все соленые химикаты закончились дома. Поэтому надо пополнять резерв. Так, вот эту штуку взяла, какие-то кексы с карамелью, тоже какая-то новинка. Коробка вот эта, здесь 600 грамм, стоила 130 рублей. Сейчас я их попробую вместе с вами. Кстати говоря. А потом пойдем варить вареники. Потому что вареники тоже у меня сладкие, с ворогом и с вишней. И эта вот штука, она тоже как бы сладенькая, да? Так, смотрите. Какая-то тут начинка, типа карамель, да? Ммм. Или вареная сгущёнка, наверное. Прикольная. Ммм. Ммм. Начинки прям не пожалели. Молодцы. Ммм. Обалденная. Слушайте, свежак. Свежак и вкусненькая. Ммм. Молодец, Санюша, что купила. А то дома все сладкое прям закончилось. Прям под завязочку. Ничего не мало. Мои любимые вот эти вот йогурты. Кстати, очень дешевенькие. До 40 рублей. Сейчас запьем как раз. Лук. Обыкновенный. В стеблях. Печенье. Вот эта формула успеха с кунжутом. Обожаю просто. Оно супер рассыпчатое, супер сахарное. И в меру сладенькое. Ну, конечно же, мое искусственное молоко. Сразу две пачки. Потому что у меня оно закончилось. И мне пришлось сегодня пить кофе без молока. Решила взять два с запасом. Вот, блин. Я перепутала конфеты. Я эти конфеты брать не хотела. Ё-моё. Золотая стрекоза. Короче, ладно. Знаете, перепутала. И вот эти вот. С этим. Это, короче, желейные с натуральным соком. Я другие хотела взять. Перепутала. А это какие-то карамельки. Мягкие. С жидким центром. Сейчас хочу посмотреть. Я такие первый раз беру. Или не первый. По-моему, я уже брала где-то такие вот эти. Блин. И, по-моему, они мне не понравились. Ё-палки. Так, что это у нас? Ну да, это какая-то жевательная карамель. Вроде бы. Угу. Ммм. Кстати, неплохие. Ммм. Мне нравятся. Пойдёт. Они стоили, по-моему, 96 рублей или 98. За упаковку здесь полкило. И вот эти вот так же. Такая же цена. Но я другие нашла. Там были поприкольнее упаковка. И другие были там с имбирём. Та-та-та-та-та. Я пока по телефону разговаривала. Ходила. И что-то заболталась. Вот эти смотрят. А, эти тут с арбузом. С вишней. Ананасы. Ну, тоже желейные. Короче, мне что-то захотелось. Желатина. Там, давайте попробуем. Посмотрим. О, видели? Там какой-то прям это такой жидкий центр. Ну, это фруктовый сок, может быть. Или какая-нибудь ягода. Нет. Ну, ничего там такого нету. Просто двухцветное желе. Прикольно. Здесь тоже. Вроде сама оболочка жёлтая, а внутри зелёненькая. Ну, вкусные, не приторные. Самое главное. Золотая стрекоза. Хорошая. Нормально. Пойдёт. Так, ну и свеклу взяла. Сколько я взяла свеклы? Почти полтора килограмма. По 39 рублей. Взяла маленькую, чтобы быстрее варилась. Хочу просто варёной свеклой приготовить на днях. Обалдеть, они такие вкусные. Я уже третью, это, третью съедаю подряд. Представляете? Или я такая голодная? Ну, реально вкусные. Прям свеженькие, свеженькие. Ну, в общем, дали свет. Как обычно, да? Когда я уже всю распаковку сделала, дали свет. Ну, ладно. Я съездила сейчас с косметологу на коррекцию этого ботокса. Она мне подколола. Сейчас, с личико ещё. Ну, коррекция была. В общем, я счастливая, довольная. По-моему, даже всё как-то это получше стало. Но она ещё будет накапливаться в течение двух недель. Эффект. И будет лучше выглядеть гораздо через две недельки. Вот. Ну, всё у меня подвижное. Как бы, делает моя Ленуся. Чтобы не было какой-то там атрофации мышц. Вот. В общем, сидеть нужно или стоять. Всегда с поднятой головой. И чтобы, короче, ровно взялось всё. Поэтому я пошла смотреть сериалы. Я, кстати, наелась вот этих вот кексиков так, что я уже и вареньков никаких не хочу. Да и сегодня, кстати, уже не тринадцатое, а четырнадцатое. Вареничный день был вчера. Но я их не ела вчера. Потому что у меня их не было в наличии. У нас такой битрюган. Жуткий. Уже два дня в Ростове. У нас вообще там сносят крыши, дома, деревья валят. Я даже думала, что я сегодня из дома вообще не выйду на самом деле. И боялась. Но была у меня всё-таки запись. И ко мне даже сегодня приехала клиентка тоже. И она как бы, ну, я думаю, блин, если человек ко мне пробрался на ногти, то почему я не проеду в эту непогоду на личико на своё. Вот. Позвонила Лене своей косметологу. Она говорит, да, да, всё нормально. Как бы всё в силе. Вот. Поэтому я поехала тоже, как бы, вопреки всем невзгодам, непогодам. Поехала и сделали коррекцию. Я когда работала сегодня, представляете, у меня ещё два раза свет выключали. Мы с клиенткой вообще сидели, ждали. Она в шоке. Я уже опаздываю. Она такая, блин, как же так? Что за аномалия? Говорит, я прошлую коррекцию делала у другого мастера. Она как мне от другого мастера пришла. Она говорит, я делала, когда у неё ногти, у неё тоже два раза свет выключали. Ей она сделала там под полу каким-то фонарём, полусветящим. Они такие кривые, такие горбатые. Были ужас просто. Ну, и сегодня мы сделали более-менее нормальные, но тоже. В таких спартанских условиях, что мне даже периодически приходилось пилить рукой. Рукой. Это вообще для меня уже как-то в прошлом всё эти ручные режимы. Вот. Сегодня я работала уже с новой лампой. Я её заказывала на Шейн. Мне она очень понравилась. Она очень быстро сушит. Вообще такая классная, космическая. Вот. Что ещё хотела дополнить. Ой, мне пришли посылки сегодня. Вообще я в шоке. Мне пришли две посылки Шейн. Шейн, две большие коробки. И, по-моему, пришла посылка New Cheek. Поэтому будут в ближайшее время распаковки. Вот. Огромные, просто неподъёмные коробки. Я не знаю вообще. Что там? Я уже забыла. Я заказываю, ну, как бы, да, и забываю. Всё, из головы вылетело. Надо будет сейчас посмотреть, что там я заказывала в корзине. Вот. Мне самой прям не терпится. Посмотрите опять обновочки. Ура, ура. В общем, пойду сегодня. Уже я устала. Прямо у меня такой день был насыщенный. Пойду посижу на диване, чтобы ровно была голова. Буду смотреть сериалы. Начала смотреть новый сериал. Кстати, беспринципный. Смотрю параллельно ещё Шершни. Но Шершни выходит раз в неделю. Новая серия. Мне она очень нравится. Я прям гайфую от него. И сейчас смотрю ещё русский сериал. Беспринципный. Вообще прикольный сериал. Такой, знаете, столько какой-то вот... Всякой жизненной морали, да. Которая действительно, может быть, даже не выдуманного, а вот реального. Ну, такие какие-то с юморцом. С юморцом ситуации. Вот. Если что, посмотрите на досуге. Ну, вот. Полодиннадцатого. Вечера. Ночи. Для кого как. А я, знаете, что я хочу? Есть. Я хочу кушать. Я хочу лука. Просто лука. Я проговорила с подружками сейчас по телефону. Пока со всеми поговорила. Часа три, наверное, прошло. Я исчерпала лимит своей энергии. Я понимала, что я хочу есть. Я хочу вареников. И я хочу лук. И сейчас я жалею о том, что я не взяла вареники с картошкой. Да, я взяла две упаковки вареников. Одни с вишней, а другие с творогом. И лук. Короче, я хочу лука. Я прям умираю. И вареников сладких. Я не усну. Ну, я ещё как бы спать-то и не собираюсь. Вот. Прям не могу. Хочу-хочу лука. Сейчас пока будут вариться вареники. Сейчас вода вообще закипает. Я поищу что-нибудь. Это. К луку. К луку с луком. У меня есть ещё селёдка, но я её вообще не хочу. Я хочу, может быть, даже солёных огурцов. Вы не подумайте. У меня просто... Когда... Знаете, этот... Ой, я сейчас сюда телефон поставлю. Касло. Вот так. Мамочкины солёные огурчики. Хочу солёных огурцов, лука. И вообще, я бы сейчас не отказалась от селёдки, но она соленоватая. И она в соусе, в этом сиропе стоит уже сколько-то там дней. Она, я уверена, будет сейчас солёная. Супер. Ммм. 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 Что со мной? Короче, в такие дни, когда у меня перед самым заветным днём, я хочу всё подряд. Побольше. Сладкая, солёная. Ммм. Без разницы. Можно шашлык там макать в мёд вообще и закусывать там солёным огурцом. Ммм. Вообще. И даже с тортом в прикуску. Да, вот такая у меня вот комбинация вкусов. Сама порой удивляюсь. Ну, вы помните, я тут на днях селёдочку кефирчиком заедала, запивала, запивала, да. Я и такое могу, практикую. Вспомнила, что у меня есть вот эти вот крышки силиконовые с фикс прайс. Надо вот эту крышку куда-то подальше спрятать, чтобы я вообще её не видела. И вот эти вот, да, оп, натянул и так же удобно её снял. Сейчас я вам покажу. Раз, секунда, видели? Опа. Сейчас её, ну, надевать её надо на столе, чтобы упор был. Чего я её забыла вообще, когда я закрывала эту банку. Сейчас сделаем немножко тех и немножко этих сразу, чтобы такой микс был. С вишней они покрупнее немного, а с творогом такие маленькие, такие прикольные. Блин, ну и пусть что не с сюрпризами, мне всё равно. Честно сказать, вообще я уже не верю в Деда Мороза. Что выпадет, то выпадет, да. И даже что будешь делать, то и будет. Самое главное мне, я знаю, что делать, работать. Будет работа, будут и дальние дороги, и обновки, и покупки, и обновки, и новый дом, и машина. Всё будет. Самое главное, чтобы была работа и здоровье. Поэтому вот и все приметы. Согласны со мной? Ну, как бы и погода у нас просто вчера. Вчера и сегодня, вот этот ветрюганничий. Я сейчас зашла в этот в Инстаграм, смотрю новости Ростова. У нас городская главная ёлка упала. Представляете, огромная, там она, я не знаю, сколько там, 5-7 метров она упала. Вообще, благо, никто не пострадал, но сегодня такие аномалии творились. С этого длинномер, да, или как там, или дальногруз этот, бетонные столбы вывалились. Даже как оно так получилось, по центральной улице ехал, и у него с этого прицепа, да, вот эти огромные бетонные столбы. Ну, как вот это, знаете, электро, вот эти столбы, вот, повыпадали, короче, эти столбы у него. Куда он их вез, непонятно. Но как они повыпадали, как их ветром могло сдуть. У меня крыша целый, вот, день сегодня ходуном ходят подоконники, все играют. Так мелодично, что, я не знаю, мне страшно, что что-то случится. Ну, за день три раза свет вырубали. Обрываются линии, ну, конечно, такое себе. Поэтому я вчера не решила не рисковать и никуда не ехать из-за вареников. А сегодня уже, раз уж я поехала в косметологу, то я решила уже вареников купить. Ну, как бы сюрпризом не было в магазине. Говорят, вчера все разобрали. Ну, дай бог с ним. Не было и не было. В следующем году поем с сюрпризами. Да? Не, ну, я их все сейчас не съем, конечно. Просто, чтобы два раза не варить, на завтра пусть еще останутся. Кстати, хорошие вареники. Как и сказала продавщица, что они не разваливаются. Не развариваются. Такой у меня творожно-вишневый микс. Сиропчик полился откуда-то. Но в кастрюле не было ни одной ни вишни, ни кусочка творожка. Даже повезло. Тесто тонкое. Я уже попробовала прям вообще. Бест. Короче, это трындец полный. Ребята, у меня крыша дома ходном ходит. Просто все дребезжит. У нас жуткий ветер. Сейчас за окном произошел какой-то свеченье. О, господи, я даже не знаю. Вспышка света. И просто вообще замерзла, как молния какая-то. И я выглянула, короче. У меня оборвало провода. Это вообще ужас какой-то. Я теперь не знаю, когда нам это все восстановят. У нас пол района опять потушило свет. Это вообще трындец какой-то. Я не знаю, как это назвать. Ростов был не готов к такому аномальному ветру. Как будут завтра восстанавливать сети вообще. Потому что весь город. Я смотрела новости сегодня. Вообще весь город он просто вот сносит. Завтра будет, походу, столько этих крушений. Это вообще что за чем-то у нас аномалия. Творится, ребята, вообще ужас какой-то. Мне страшно. Потому что у меня вся крыша ходуном ходит. И окна прям дребезжат. Кажется, что сейчас повырывают окна от этого ветра. Это ужасно страшно вообще. Он такой, знаете, шквалистый, порывистый. Вот он затихает. Но потом с таким напором прям дует. Что, блин, у меня вырубили свет. Вот это получается сорвало провода. И у меня же дом мой электрический. У меня сейчас он остынет. И будет в доме холодина. Это вообще ужас, конечно. Я нервничаю теперь. Как вообще до утра дотяну в этом холодильнике. И как нам завтра будут аварийка, сети восстанавливать. Потому что это же весь город оборван. В какой очередности они будут это все восстанавливать. Кому первым, кому каким. Сколько у нас было как-то раз. На три дня вырубило свет. Тоже были аномальные такие ветра. И три дня не было у нас света. Представляете? Вообще ужас. Ужас какой. У меня телефон садится, короче. Но у меня есть два эти пауэрбанка. Я завтра, конечно, заряжу. С утра еще телефон. Я сейчас не буду уже это заморачиваться. До утра телефон доживет. Но я не знаю. Я вообще в шоке. Мне прям страшно. То, что мне кажется от этого ветра. Вот что у меня сорвет крышу. Я не могу уснуть. И постоянно. Не знаю, сейчас слышно было. Был такой порыв. Постоянно вот эти вот порывы. Они прям просто. Вот кажется дом ходуном ходит. О, ужас. Интересно. Как в многоэтажках сейчас атмосферка у людей. Кто там на 20 этаже, на 16, на 15. Боже. Наверное, тоже их там качает. Будь здоров. Ужас. Ужас. В общем, попробую уснуть. Завтра расскажу о продолжении этой истории. У меня окна дребезжат. Все дребезжит просто. Не знаю, вам слышно или нет. Ребятки, ну смотрите, как у меня качелю разорвало. Что-то, как говорится, да? В тряпке. Это вот ветерочек такой был у нас ночью. Качель кидала тут в разные стороны. И разорвала в конечном итоге вот эти вот навесы. Короче, салютом наша там подстанция находится. Салютом сверкало. Я сейчас дозвонилась в электросети. Они сказали, что да, там обрыв на линии идет. В общем, все, ребята. Это конец. Конец света. Представляете? Если нет света, то это реально для меня конец света. У меня просто морозилка. И пальцы уже вот начинают ошито, отмораживаться даже дома. Я в шоке. Я в шоке. Короче, когда будет свет, неизвестно. На улице еще снег повалил. Прям вообще снегопадище. Не знаю, сейчас будет видно. Ну вот, как бы еще не снегопадище, но он... Нет. Уже метет. В общем, я не знаю, что делать. Я сейчас убегаю из дома. Решила даже вот, что делать, что делать. Позвонила Иринке. Думала к ней поехать. А она сейчас будет работать. И, короче, не поедешь. Ехать к сестре тоже не хочу. Что-то там слишком далековато. Решила ехать в спортзал, да. Но я не буду бегать. Я не буду давать нагрузку на ноги. Да, именно на стопу. Я буду сейчас там делать вело. Там такое кардио. Да, вот чисто, что вот можно делать там пяточкой. Ну и такую вот качалку. Чисто качалку. Там руки, спину покачаю немножко. Пресс. Вот. В принципе, чтобы не давать нагрузку на ноги. Потому что я здесь околиваю. У меня нос уже красный. Руки красные. Ой, я еще и ноготь сломала. Хотела сделать сегодня коррекцию. Уже пора бы. Ногти отросли. Ужасно. Они не мешают. Я задела этот палец безымянный вчера. Он у меня с таким треском отлетел, короче. Из-за длины. Длина мне мешает уже. В общем, поеду в спортзал. А вечером, если не дадут свет, то мы с Ирочкой договорились. Сегодня пойдем гулять в Мегу. Потому что... Ну, потому что ей там надо что-то посмотреть. А мне надо подождать, чтобы дали свет. Потому что, ну, такой, как бы, это вообще апокалипсис. Я тут не могу находиться. Я и так проспала, как в холодильнике. Проснулась, чихаю, хожу уже. Я с головой укрывалась. И вообще, короче, мне некомфортно. О, мама куда-то тоже уехала. Тоже ей не кайф дома находиться. Ну, вот. Да. По городу у нас сейчас, конечно, веселенько. Девчонки писали мне в директе, в инстаграме, что в Украине тоже сейчас такая же погодка. Девочка написала, что у нее шиферный забор снесло. Фу, я не знаю, что там вообще сейчас у нас по городу происходит. Потому что я еще не смотрела новости. Экономлю батарею. Кстати, что это я долго так раз это распыляюсь. Мне надо экономить телефонную батарею. Но я в зале немножко подзаряжусь еще. Вот. И в машине буду ехать. Но в машине у меня медленная зарядка. Ладно, я все. Хватит. Рассказала самое главное. Надо бежать. Надо бежать. Что-то делать. Ура, ура, ура. Я потренилась, короче. Знаете, даже оказывается, больной сломанный палец не такая уж и помеха для тренировок. Оказывается. Можно смело на элипсе крутить. Ну, ходить. Можно на велотренажере. Можно также качаться. Я качнула все группы мышц. Вот. Все поделала. Вообще замечательно просто. Вообще очень даже молодец я, что я пошла. Это меня вот свет, да, отключили. И это меня ситуация вынудила, да, вынужденная ситуация была свалить куда-то из дома. Потому что в доме был холодильник. И она же меня толкнула на лучшие дела. Я очень этому рада. Мама позвонила, сказала, что свет дали. Так что в доме сейчас тепло и замечательно. Это меня очень радует. Я могу поделать хотя бы чего-то. А именно планирую сейчас, наверное, сделать маникюрчик. Не знаю. Сейчас, наверное, позвоню Иринке. И скажу, что на сегодня у нас планы поменяются. Потому что я планировала еще вчера сделать ногти. Но из-за этой погоды, конечно, у меня все это поменялось. Значит, я сегодня сделаю маникюр-педикюр. Вот. И, наверное, завтра буду уже снимать посылки Шейн. Шейн. Коробки-то стоят. Надо же их снимать. Вот. Короче, жизнь налаживается. Блин, без света вообще. Я не знаю. У меня какая-то паника всегда. И стресс как будто это без рук. Как раньше люди жили вот, да, там в этих своих пещерах. И не знаю даже вообще. Страшно представить, что бы мы делали. Что бы мы все делали. Вот, да, вот. Не фен посушить волосы. Не телефон, контакт, связи. Да, вот это вот все ужас такой. Погодка тоже сегодня у нас более-менее хорошая. Ветра нету. Солнышко пробивается. Тучки. Но это, но тепло. Два градуса тепла. Вот. Все замурчательно. Ребятки. Еще одно доброе утро. Ну, как утро. Уже не утро. Уже начало 11. Но я уже позавтракала, уже кофе допиваю. Хотела вам показать кое-что, что я тут сделала. Танюша рукодельница. Кто-то помнит, мне приходили часы, я заказывала. И они, короче, разбились. Циферблат, стекло, рама. И, короче, точнее, рама осталась целая только. И я эту раму хотела, в общем, я хотела, чтобы у меня часы были в серебряной раме. В итоге я вчера разобрала их, раскрутила, короче, сняла вот эту раму серебряную и надела на свои часы, которые у меня были. Вот, может, вы помните, они были в черной раме. Но также они остались в черной раме. И на поверх я надела серебряную раму. Она как, прям, какая-то чётенько так встала. Сейчас поближе подойду, сниму. Смотрите, вообще. Хотела, Танюша, часы в серебряной раме. Пожалуйста, получите. Ну, как будто бы так и было. Даже мне кажется, что они вот как это, как так и надо выглядят. Как вам такое? Ну, не стала я сейчас ждать, заказывать. И снова эти часы. Будут они там, будут, придут целые, не будут. В общем, по-моему, очень даже неплохо получилось. Ох, уж эти посылки стоят. Не дождутся своего часа. Сегодня я, короче, буду снимать для вас распаковки, начинать. Сейчас ко мне придёт девочка. Я сделаю ноготки и начну заниматься посылочками. Потихоньку сняла с ёлки украшения. Вот эти бантики, они мне что-то начали раздражать. Я решила их снять. И по пути ещё сняла вот эта вот штора, которая была из мишуры, фикс-прайсовская, сняла со своей шторы. Она меня прям что-то настала раздражать. Сняла несколько гарлянд с окна. Пока ещё у меня снежинки висят. Но штора мне почему-то надоела. Я решила, что пусть будет уже вот так вот. Без этой вот мишуры. Как вам? Мне вообще замечательно. Мне надоело это всё новогоднее убранство. Честно сказать, я бы уже всё убрала. Ёлка, ну, ёлка она у меня и будет стоять. Просто вот эти игрушки, что-то мне как-то не радует. Глаз, мишура вся эта. Надоело. Надоело. И снег надоел. Убирайте. Убирайте. Хочу солнце. Хочу надевать уже эти сланцы, купальничек. Загорать где-нибудь. Вот. Ну что ж, на этой приятной ноте я буду заканчивать данное видео. Надеюсь, вам было приятно провести это время со мной. В следующих видео в ближайшее время вы увидите долгожданные мои распаковочки. И, конечно же, много чего ещё интересненького. Я на этом с вами прощаюсь. Ставьте пальчики вверх. Подписываемся на мой канал, если вы ещё не подписаны. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.